друзья всем привет с вами снова ольга и вы на канале креативный клуб вязание и успех сегодня я записываю влоговое видео и дальше вас еще ждет обзор пряжи от mondial которая получила недавно и обещала вам показать поэтому мы сейчас с вами немножко пообщаемся вы обязательно пишите комментарии я на все отвечу а дальше будет видео руки в кадре где я покажу новиночки от mondial позади меня вы уже сейчас можете видеть я и кое-что тут выставила для того чтобы привлечь внимание это очень классная пряжа ко мне пришла но об этом чуть позже у нас наступил уже декабрь месяц и я хочу узнать как вообще друзья ваше настроение чем вы занимаетесь если у вас немножечко уже настроение такое новогоднее рождественское или нет у нас в нидерландах только-только начала погода немножечко градус снижаться скажем тогда сейчас уже даже иногда бывает ночами и вечерами поздними даже ноль градусов но у нас такая евро зима я даже не уверена будет ли у нас снег в этом году в прошлом году снега не было но зато в нидерландах уже я могу даже сказать не только с 1 декабря но мне кажется еще с конца ноября уже начинает витать в воздухе рождественское настроение мы отмечаем рождество в европе 25 декабря уже все очень красиво украшено куда не поедешь все украшают свои дома квартиры апартаменты магазины везде продается уже атрибутика рождественская и если честно то настроение от этого очень улучшается повышается я вам хочу пожелать того же я знаю что не у всех настроение такое рождественское не все еще это чувствуют тем более в разных странах но я вам от желаю чтобы вы уже скоро почувствовали этот дух и я с вами немножечко этим буду делиться что еще я хочу рассказать о своих планах на декабрь хочу поделиться с вами и буду рада опять-таки если вы в комментариях поделитесь вашими планами у меня очень такой будет активный месяц декабрь и он очень активный по работе вы знаете это как закрытие всего года до год конечно для всех нас был очень непростой но так или иначе мы смотрим вперед мы смотрим в будущее надеемся на самое лучшее поэтому очень много работы декабре предстоит и у меня будут интересные поездки также у нас в семье будет много праздников помимо рождества 25 декабря у нас еще будет моего мужа день рождения в конце декабря и потом новый год обязательно мы конечно же празднуем новый год в европе его не так сильно празднует как рождество но мы обязательно празднуем тоже накрываем стол смотрим старый фильм в общем все как обычно мы конечно вяжем и потом сразу после нового года 4 января будет мой день рождения в общем куча праздников помимо работы и расскажу про поездки которые у меня запланированы я еду снова к германию точнее не еду а лечу потому что мне довольно далеко и я еду как вы наверное уже догадались на встречу с аленой абель конечно же как я могу пропустить очередную встречу алена меня пригласила на рождественскую встречу которая пройдет 10 декабря в городе augsburg в германии и там мы встречаемся как как говорится сборная германии вяжет дружно есть очень много видео и у меня на канале и у алены у алены по этим встречам предыдущим поэтому будем там встречаться с мастерицами передаю всем привет кто туда приедет чаще всего конечно я там встречаю тех кого я уже знаю и иногда приезжают какие-то новые мастерицы новые лица с которыми мы будем еще знакомиться так как эта встреча такая камерная мест не очень много поэтому места уже все как бы раскуплены да туда к сожалению не попасть но я как всегда буду снимать для вас контент и следите не пропускайте мои видео здесь на youtube и также я всегда выставляю интересные такие пиксели моменты в социальных сетях в инстаграм также у меня есть вконтакте еще есть дзен вот там вы меня можете везде найти следить за мной и за моим творчеством за моими магазинами пряжи в общем по поводу пряжи как я сказала я еду к алене я там буду я прилетаю в пятницу и я останусь естественно встречу в субботу воскресенье вечером поздно я уже возвращаюсь в нидерланды дольше к сожалению пробовать не смогу потому что нужно работать и у алены тоже события есть я думаю что те кто следит за алены абель и уже конечно же ее поздравили и знают что за такое классное событие произошло у алены открылся тоже магазин пряжи интернет магазин пряжи я оставлю ссылочку на алены магазин под этим видео проходите знакомьтесь с магазином алены я желаю ей успеха алена уже несколько месяцев занимается окрашиванием ручным окрашиванием пряжи и это очень здорово и вы сможете посмотреть весь ассортимент у нее на сайте когда я приеду к алене мы уже с ней это обсудили мы обязательно выйдем в прямой эфир все вам еще подробнее расскажем покажем поговорим о встрече просто пообщаемся потому что вы знаете это уже будет уже середина декабря обязательно пообщаемся следите за анонсами будет прямой эфир точно так что еще хочу рассказать значит я съезжу к алене и еще у меня запланировано я очень хочу поехать на рождественскую ярмарку в германию для меня на мой взгляд германии очень классные рождественские ярмарки у нас в нидерландах они тоже есть но не такие знаете не с таким размахом как в германии не знаю почему и ранее я уже было неоднократно на ярмарке в городе дюссельдорф дюссельдорф германия это находится недалеко от нас но относительно да здесь в принципе все довольно близко это один из ближайших городов при выезде из нидерландов когда у нас был к вид до два года мы никуда не ездили естественно ярмарка была закрыта и в этом году я очень сильно попросила свою семью чтобы мы поехали в дюссельдорф я очень очень хочу снова на эту ярмарку чтобы опять наполниться этим настроение выпить обалденного глинтвейна у меня кстати до сих пор есть такие керамические стаканчики вы наверное знаете кто посещал такого рода ярмарки что когда ты покупаешь глинтвейн ты можешь сразу купить такой классный стаканчик и купить вместе прям вот с этим стаканчиком до себе на память у меня до сих пор есть такой керамический стаканчик я всегда из него пью кофе но часто да и вспоминаю поэтому возможно привезу какой-то новый трофей и мы планируем поехать с семьей на эту рождественскую ярмарку в декабре 24 числа в общем грубо говоря это практически это как по-русски сказать сочельник наверное да то есть это предрождественский день предрождественский вечер 23 вечера мы наверное выйдем и 24 я хочу пойти на рождественскую ярмарку в городе дюссельдорф передаю сейчас всем привет кто живет в дюссельдорфе может быть кто-то из зрителей или из моих подписчиков живет в этом городе если вы хотите встретиться пожалуйста пишите комментарии мы обязательно с вами увидимся вы знаете что я недавно ездила по рабочим своим делам во францию буквально там на два с половиной дня и встречалась с одной из своих подписчиц покупательниц пряжи моих магазинов и можно сказать передала заказ из рук в руки она тоже посмотрела видео на моем youtube канале увидела что еду во францию и приехала ко мне навстречу поэтому можем с вами также встретиться друзья в дюссельдорф так что еще еще я очень хочу поехать в город брюгге это у нас друзья хотела быстро сказать и что-то засомневалась брюгге это у нас бельгия до руки то у нас бельгия я там была тоже много лет уже назад у как много наверное года три назад летом там невероятно красивый такой волшебный город туда тоже ехать очень близко нам около двух часов всего на машине и возможно мне еще получится съездить брюки буквально на один день и конечно же я буду снимать для вас влоги буду снимать все самое интересное я знаю что вы любите смотреть влоги поэтому в декабре я вам обещаю много интересного контента и наверное нужно обязательно еще нам с вами встретиться в прямом эфире успеть хотя бы один прямой эфир сделать лично я с вами поотвечаю на вопросы расскажу о своих планах о своих магазинах о том что я планирую в следующем году и сейчас еще такой сделаю мини анонс я вам уже рассказывала что я начинаю сотрудничать с брендом катя чему я очень-очень рада ко мне приезжал недавно представитель бренда ко мне в офис магазина и мэйзин вол привозил каталоги и я выбрала пряжу для своей первой закупки уже сделала заказ и буквально на следующей неделе пряжа приедет пряжа катя конечно крутая я запишу отдельное безусловно видео о этой пряжи о этом бренде из испании я закупила классные новые артикулы теперь у меня в руках вся информация о новинках поэтому не пропустите скоро в моем магазине мэйзин вол будет пряжа катя и там будет один классный артикул который очень сильно похож на пряжу опиум по которой мы все с вами сходим с ума и которые сняли с производства это будет пряжа с таким же неравномерной круткой с очень классным эффектом и много всего другого друзья это небольшой такой анонс по пряжи катя ну а дальше я вас приглашаю пойти со мной сесть вместе за стол и посмотреть что же я получила от бренда mondial пожалуйста давайте посмотрим и я всегда жду вас в моих магазинах мэйзин вол который отправляет заказы по всему миру и магазине про клубочки который работает сейчас и отправляет заказы по всей россии пойдемте смотреть давайте быстрее друзья смотреть что же за новиночки от mondial ко мне пришли помимо пряжи mondial всегда радует вы знаете меня каталогами по которым я выбираю все новинки но также мне еще прислали календарь классный календарь я обязательно его повешу себе в офисе прошлом году у меня был тоже календарь от mondial за 2022 год вы видите здесь что бренд существует с 1946 года это действительно небольшая такая фабрика на мануфактура в италии которая производит очень классную пряжу уже на протяжении но уже скоро наверно век будет да вот поэтому классный бренд всегда рада с ним работать давайте немножко полистаем календарь здесь у нас вот пожалуйста мечты о лете здесь и купальники топы на каждый месяц из новой пряжи вода на этом свитере мы с вами отдельно сегодня остановимся потому что это связано свитера из вот такой новиночки пряжа джинджер смотрите какой цвет просто просто обалденный вот такой календарь спасибо бренду и у меня этот календарь не один я сейчас покажу у меня вот сколько календарей и я решила что я хочу подарить эти календари своим покупателям которые будут делать заказы в магазине amazing wool и приобретать пряжу mondial я обязательно вложу вам ваш заказ вашу посылку вот такой приятный сюрприз календарь от бренда mondial так ну что календарь мы с вами полистали а теперь давайте посмотрим пряжу я сейчас открою наверное еще раз покажу вам вот этот свитер свитер связан у нас из пряжи джинджер очень красивые переходы цвета и вот она это пряжа вот такой огромный пухляш вот моя рука это моток до чтобы вы понимали размер матка потому что вы знаете иногда у меня делают покупатели заказ и потом пишут отзывы о том что ничего себе мы не ожидали что размер матка будет таким большим да вот такие в том числе пухляши большие выпускает mondial мы очень с вами все любим проекты из одного матка и вот это не исключение конечно же можно связать свитер и на небольшой размер 42 вам тоже хватит одного матка на другие размеры уже нужно два от двух матков брать но конкретно это пряжа еще великолепно подходит на аксессуары давайте с вами все посмотрим еще раз пряжа называется джинджер вот такая этикетка и состав 70 процентов микрофибра и 30 процентов лана virgin merino то есть мериносовая шерсть с микрофиброй очень большой моток 2 с 2 250 грамм и 725 метров вот здесь у нас обозначение что из одного матка видите у нас получится одна большая шаль или шарф на ваше усмотрение можно даже связать например шапку и какой-то небольшой смут тоже из одного матка и рекомендуемые спицы и крючок три с половиной четыре миллиметра стирка при 30 градусах в общем все стандартно давайте посмотрим цвет вот этот очень красивый небесно ультрамариновый но здесь переход это вот такой яркий ультрамарин зеленоватый голубой этот свет 904 вот он и вот из него связан вот этот обалденный свитер вот такая новинка вся эта пряжа уже есть у меня на сайте и мазин гул датком и я отправляю заказы по всему миру на данный момент кроме рф да то есть вы знаете что в россии у меня другой магазин про клубочки и там это пряжа тоже будет чуть позже вот такие обалденные мягкие пухляши так это значит я вам один цвет показала на сайте вы видите разные цвета еще один цвет вам покажу джинджер вот такой красивый фиолетовый такой оливковый здесь зеленоватый и здесь вы тоже видите такой пончи отвязаны с шапочкой данный цвет так у меня здесь на этикетке не обозначен цвет давайте посмотрим я вижу на упаковке так этот цвет 905 вот этот цвет этот цвет друзья 905 я сейчас покажу как пряжа приходит мне в упаковках конкретно джинджер приходит мне вот в таких упаковках по 4 штуки здесь вложены также инструкции на нескольких языках но здесь простые модели здесь такие шарфы шали но я всегда покупателям также вкладываю инструкция при заказе какой-то конкретной пряжи если у меня данная инструкция есть и кстати на сайте мэзин в у меня также есть описание и практически все описание бесплатно это в том числе мандиале не только поэтому если вы еще не заходили в раздел описание потом 100 пожалуйста тоже перейдите и посмотрите это пряжа джинджер пишите комментарии как вам понравилось цвета разные есть и конечно же если пряжа вам понравилось делайте ваши заказы и если нужна консультация я всегда с удовольствием вас проконсультирую так это мы с мы посмотрели теперь давайте посмотрим следующую пряжу которая мне очень понравилось которую я заказала и раньше с этой пряжи не работала вот она это пряжа кашмир x и из названия вы уже понимаете что это пряжа кашемир сделано в италии и состав это риса и клад кашемир то есть переработанный кашемир и три процента это шерсть мериносовая моточки у нас 25 граммовые 75 метров метраж очень хороший метраж для кашемира посмотрите вы знаете что кашемир часто бывает очень тонким да и моточный кашемир он классный чем тем что у вас не будет никаких сюрпризов то есть вязаное изделие будет вести себя из такой пряжи очень хорошо да здесь нет каких-то дополнительных обработок которые нужно смывать очень долго давайте посмотрим по расходу на свитера здесь показано у нас рекомендуется ручная стирка сушильной машине не сушить вот этот цвет он сейчас хорошо в принципе передается нежно-розовый номер цвета так вот здесь у меня номер цвета три семерки такой хороший номер цвета три семерки пряжа кашмир x вот еще такой красивый серый цвет шикарный на сайте amazing wool вы найдете разные цвета и сможете сделать ваш заказ пряжа очень мягкая очень классная и кашемир мотках это конечно просто супер кашемир чаще всего моточного именно в 25 граммовых мотках идет я еще ни разу не встречал кашемир например там 100 граммовых даже в 50 граммовых рак ну очень редко бывает мне даже не хочется выпускать эту пряжу из рук если вы любите изделие из хорошей качественной пряжи это пряжа конечно не эконом сегмента но если вы любите и у вас есть такая возможность то вы можете приобрести вот такую классную новиночку от mondial еще покажу в чем это пряжа поставляется то есть она в очень красивой упаковке давайте посмотрим такая шикарная упаковка здесь другой цвет сейчас вам еще один цвет покажу идите 97 процентов кашемир ты процента лана virgin merino так цвет 767 давайте откроем вместе коробочку очень приятно когда в таких красивых коробках вот так это все выглядит какой классный цвет такой натуральный я постараюсь сейчас да вы знаете камера сейчас отлично передает такой бежево смотрите такой нежный бежевый цвет который подойдет просто подо все натуральный бежевый цвет и на аксессуары подойдет на шапочки на шарфы на снуды и конечно же на свитера и кардиганы еще раз цвет 767 кашмир x производства италия и наш любимый с вами mondial так укладываю обратно эту красоту еще хочу сказать что несмотря на то что вот в таких шикарных коробочках поставляется пряжи вам не обязательно приобретать все 10 мотков у меня в магазинах вся пряжа продается от одного мотка и размот с бобин я тоже кстати делают 100 грамм даже если это кашемир я знаю что не все магазины это делают так еще розы вы покажу я как раз уже отсюда из розового вот этот моточек один вынула чтобы показать вам еще раз полюбуемся на эту пряжу упаковываем обратно пишите тоже комментарии как вам такая пряжа любите ли вы кашемир в мотках пробовали ли вы вязать я очень рекомендую повторюсь что кашемир в мотках это пряжа которая уже полностью подготовлена к вязанию никаких сюрпризов не будет плотность будет сохраняться после стирки перед стиркой в общем да и после vto и спасибо mondial за такие классные новиночки что еще ко мне пришло в этой поставки take me home эту пряжу вы уже знаете классная тоже теплая пряжа на свитера и аксессуары я просто еще до заказывала цвета также роллер такой роллер пришел еще много разных цветов это тоже новый формат пряжи разные бренды выпустили кстати куканьте тоже есть роллер в этом году они выпустили сейчас все бренды хотят сделать что-то такое новое и интересное из этой пряжи кстати мы уже связали она абсолютно новая альбина у меня связала очень классный такой шарф то это пряжа также есть в россии уже в магазине про клубочки и здесь вы увидите фотографию как выглядит шарф из одного вот такого рогалика его называю рогалик из одного роллера ну что мы с вами посмотрели что я получила но это еще не все это не все и сейчас внимание я вам покажу что-то очень классно и тогда друзья это мне mondial прислал уже экземпляры сэмплы пряжи весна-лето 2023 вот только на это посмотрите вот такая огромная упаковка здесь каждого артикула по одному боже мой чего тут только нет я еще сама не распаковывала я просто хочу вам показать как это все выглядит вот такая красота просто огромная-огромная упаковка с разными летними и весенними артикулами но я решила чтобы все не смешивать чтобы вас не путать мы щекли клетку пока не готовы с вами да потому что у нас только-только близится рождество и новый год поэтому я обязательно сниму отдельное видео отдельную распаковку и мы будем с вами смотреть все эти новинки и я буду планировать что же я буду закупать на следующий год вот здесь пряжа кстати новый цвет и вижу фрескалина многие стали интересоваться сейчас этой пряжи обалденная пряжа сольном в составе очень красивая ирафия тут чего только нет и на купальнике я вижу пряжа какие-то классные цвета так ну и это еще не все помимо упаковки здесь видимо у них в одну упаковку не вместилась огроменные тяжелемые такая упаковка с каталогами здесь вот название моей фирмы даже я вижу готовили сами для меня вот сколько каталогов здесь еще какая-то пряжа боже мой тут какая-то красота неземная с какими-то вкраплениями это точно новинка мне уже прям нет не терпится хлопок вискоза все это потрогать и посмотреть еще твит какой-то в общем это я оставлю на закусочку сниму обязательно отдельное видео и пожалуйста не забывайте как комментировать мои видео это мне очень помогает понять ваши интересы что для вас снимать что для вас закупать оставляйте комментарии не забывайте про лайки и до встречи друзья люблю вас всех пока пока